Некий беспилотник был сбит турецкими ВВС в трёх километрах от сирийско-турецкой границы. Чьё летающее око уничтожили, до сих пор неизвестно. В турецких газетах появилось заявление, что сбитый беспилотник — российская разработка «Орлан». Но завод-производитель уже заявил, птица не из нашей стаи. И планер не похож, и рабочая часть. Причём, уверяют конструкторы, если бы в беспилотник попала ракета, он напоминал бы дуршлаг в лучшем случае. А судя по снимкам, разрушения слишком незначительны для машины, попавшей под обстрел. И российские военные уже объявили, не наш, на военной базе «Хмеймим» все летательные аппараты на месте. При этом CNN сообщает, что на неделе с самолётов НАТО на специальных поддонах были скинуты в помощь мятежникам 50 тонн оружия и боеприпасов. А те в ответ потребовали, чтобы им поставили ещё и зенитки — сбивать российские самолёты. То есть из истории о том, что оружие, которым Пентагон поддерживает мятежников, в результате оказывается в руках ИГИЛ, никаких выводов не сделано. И даже такая деталь. Западные журналисты начали расследование так называемого «дела Тойоты». На кадрах последних дней они обнаружили большое количество пикапов новой модификации, превращённых в тачанки с пулемётами на вооружении ИГИЛ. Оказалось, что автомобили Госдеп отправил в помощь тем, кого считают умеренными исламистами. И теперь с пикапов строчат ИГИЛовские пулемётчики. Аналитики университета Рона Пола заявляют, цитирую, Такое было уже не раз. Это же секретная программа ЦРУ. И если Пентагон проводил какую-то проверку подопечных на связи с экстремистами, то ЦРУ гораздо меньше заботился о том, с кем сотрудничает. Оно просто хотело одержать победу. Мой коллега Григорий Емельянов провёл своё расследование, чтобы понять, если Вашингтон официально заявляет, что его цель — уничтожение ИГИЛ, почему же так часто его шаги оказываются на руку именно террористам? Казалось бы, борьба с ИГИЛ, которая признаёт глобальной угрозой и Россия, и США, и Китай, и ЕС, и масса больших и малых игроков на геополитической сцене от саудитов до курдов, должна была объединить пусть временных, пусть тактических, но союзников. Казалось бы, но нет. Россия приглашает к сотрудничеству. Нет взаимопонимания, прямым текстом отвечают США. Единственное взаимопонимание, что наши лётчики должны избегать конфликтов в небе Сирии. В базовых принципах и стратегических вопросах мы по-прежнему расходимся. Мы достигнем прогресса, если Россия поймёт, что бомбардировками мира не добьёшься. Мы помним, как Обаму буквально передёрнуло, когда журналист CBS задал ему вопрос, что называется «влов». Российская операция в Сирии — это вызов вашему лидерству? Вместо сотрудничества вновь соперничество и двойная игра. Неудивительно, что и выводы у Запада получаются какие-то двойственные. Когда авиация США орудует в Сирии, это борьба с терроризмом. А когда авиация России, оказывается, бомбардировками мира не добьёшься. Ну а дальше как под копирку. Россия должна играть конструктивную роль в борьбе против ИГИЛ. Поддерживать режим Асада неконструктивно. Я нахожу эти авиаудары безрассудными и беспорядочными. Они имеют прямо противоположный эффект. Россия бомбит практически все оппозиционные сирийские группировки, а не ИГИЛ. И это мы тоже слышали, что будто бы есть плохие террористы и есть якобы какие-то хорошие. И не тех, видите ли, Россия бомбит. А ведь наша страна предоставляла данные, что наносят удары по объектам международно признанных террористических группировок. И предлагала координировать свои действия с западной коалицией. И приглашала к углублённому сотрудничеству. И готовила делегацию на высшем уровне, которую Вашингтон почему-то принять отказался. И заранее предупредила партнёров о начале воздушной операции. То есть сделала не просто первый шаг, а целый ряд шагов навстречу. Об этом вновь был вынужден напоминать российский президент. Политические вопросы неизбежно всплыли на экономическом форуме «Россия зовёт». Мы проинформировали заранее руководство Соединённых Штатов. Соединённые Штаты никогда этого не делали. Мы впервые это сделали из уважения и из желания наладить рабочий контакт. Теперь нам говорят, нет, мы, а, не готовы с Вами сотрудничать, б, выносите удары не по тем целям. Мы сказали на военном уровне, обратились и попросили, дайте нам те цели, которые Вы считаете стопроцентно террористическими. Нет, мы к этому не готовы, был ответ. Но тогда мы подумали и задали ещё один вопрос. Тогда скажите нам, куда не надо бить. Тоже никакого ответа? А что делать-то? Два дня спустя Владимир Путин вновь затронул этот вопрос на встрече с Нурсултаном Назарбаевым. Россия поддержала инициативу президента Казахстана в борьбе против терроризма объединить усилия стран с мусульманским населением. Я не очень понимаю, как наши американские партнёры могут критиковать действия России в Сирии по борьбе с международным терроризмом, если отказываются от прямого диалога и по важнейшему направлению, такому, как политическое урегулирование. Считаю, что эта позиция является неконструктивной и в основе слабости американской позиции в данном случае. Видимо, лежит отсутствие какой-либо повестки дня по этим вопросам. Видимо, просто не о чём говорит. Но мы, тем не менее, оставляем двери открытыми и очень надеемся на конструктивное дело со всеми участниками этого сложного процесса, в том числе и с американскими нашими партнёрами. А что же партнёры? Ещё не прошёл неприятный осадок от недавнего заявления шефа Пентагона. «Не удивлюсь, — сказал он, — если Россия очень скоро начнёт нести военные потери. Такой вот образчик партнёрства». Хотелось бы понять, что это — обычное брюзжание или Картер что-то знает. Ведь нанести потери нашим лётчикам боевики физически могут только двумя способами — напасть на базу или сбить самолёт. Первое — хлопотно и совсем не факт, что получится. А для второго нужны зенитно-ракетные комплексы. Известно, в ходе боёв несколько ЗРК действительно попало в руки террористов, но непонятно, уцелели ли они. А новые нужно ещё выпросить у спонсоров. До сих пор США, вкачивая в Сирию оружие, как огня, боялись попадания именно ЗРК в руки каких бы то ни было вооружённых групп, включая тех, кого считают своими. Но началась российская воздушная операция, и полевые командиры сочли это хорошим поводом вновь поднять вопрос. Конечно, серьёзные системы ПВО боевики просто не потянут. Наверное, в лучшем случае можно говорить о поставке переносных зенитных ракетных комплексов. Потому что всё остальное, вот мобильные зенитно-ракетные комплексы, малые, средние дальности, это достаточно серьёзные комплексы, и для того, чтобы обладать ими, потребуется серьёзное время и усилие. Поэтому в лучшем случае шайтан-труба, типа Стингера. Но и ПЗРК – это большая угроза. Дать их боевикам было бы верхом безрассудства. Ведь Стингеры одинаково хорошо валят и военные самолёты, и гражданские на взлёте-посадке. Впрочем, и без ПЗРК США и так неплохо прикормили разного рода маргиналов. Истратили полмиллиарда ИГИЛ. Где гарантии? Это традиционная двойная игра США на Ближнем Востоке. Одной рукой вроде тушить пожар, другой подкидывать в огонь дровишки. Но сейчас коронная стратегия под угрозой. Мы бьём очень больно по престижу Соединённых Штатов. Ведь возникает вопрос, что операция коалиции 60 государств длится уже практически больше года. Более 6 тысяч самолётов и вылетов. Где результат? Россия чуть больше, чем за полторы недели бомбёжек достигла результатов, о котором почему-то, говорят все, этот результат оценивается как реальный, как высокий. Штаты сейчас в такой ситуации, когда говорить, что ИГИЛ не является проблемой, они не могут. Но при этом поддерживать Россию, когда она уничтожает тех самых боевиков, которые выращивали Соединённые Штаты, естественно, штаты это тоже приветствовать не могут. Это объясняет некоторую противоречивость сегодняшней американской дипломатии. Есть нечто, что раздражает Вашингтон не меньше, чем отказ от посыла. Асад должен уйти прямо сейчас, чем провал затратного проекта по тренировке боевиков. Действия России заставляют американцев на деле, а не на словах бороться с ИГИЛ. А это в планы США не входило, по крайней мере на данном этапе, пока Асад у власти. В сегодняшней ситуации Россия не даёт возможность проводить лицемерную политику, не даёт возможность проводить двойную политику. Это новая реальность, потому что Россия на самом деле навязывает инициативу и вынуждает всех поступать примерно так, как они декларируют. Вашингтону спутали карты, поэтому причина такой неопределённой и в целом раздражённой реакции в адрес России понятна. Непонятно, почему ту же песню заводит Европа. ЕС вновь осуждает действия России в Сирии. Конечно, Вашингтон здорово выкручивает Брюсселю руки, но еврочиновники пытаются хоть немного выползти из-под американского пресса, оставляя себе пространство для диалога с Россией. Да, есть определённое беспокойство по поводу того, направлены ли операции именно против ИГИЛ и других группировок, признанных ООН террористическими. И насколько она скоординирована с другими участниками. С другой стороны, должна подчеркнуть это, потому что, насколько я видела, немногие из вас, журналистов, это отметили. Если вообще кто-то отметил ту роль, которую Россия может сыграть, в, скажем так, воздействии на Асада в рамках политического процесса. И это будет очень значимая и важная роль. Это очень важная оговорка. Есть противоречия, но сработаемся. А значит, есть шанс, что всё-таки одно дело с Европой делаем. Конечно, ЕС по уши в миграционном кризисе, ему не до стратегических выкладок. Ещё бы и в Вашингтоне поняли, что в попытке переиграть весь большой Ближний Восток есть риск переиграть самих себя. Григорий Емельянов, Сергей Щивела, Первый канал, Воскресное время.